В Казалинской области 77-ю весну Победы встречают 7 ветеранов. Двое живут в Казалинском районе. Каждый из них героически сражался на полях Великой Отечественной. А после, вернувшись на родину, трудился на благо страны. Сейчас в Казалинском поселке Бекарастанби, где проживает один из ветеранов, находится моя коллега Кристина Алмасхаза. Она с нами на прямой связи. Кристина, расскажите, как чествуют ветеранов? Добрый день, Гульнар. Погода сегодня в районе очень ветреная, очень холодная и дождливая. Но это не мешает отдать дань памяти тем, кого сегодня с нами нет. И чествуют тех ветеранов, которые встречают 77-ю годовщину Победы. На фронт в годы войны из Казалинского района отправились защищать родину около 10 тысяч солдат. Больше половины из них не вернулись. Этот день начался с возложения цветов и минутой молчания у мемориала павших солдат. Один из тех, кому посчастливилось вернуться домой, это Леуберген Тубабергенов. Он принимал участие в освобождении Белоруссии, Польши, Чехословакии, в победоносном штурме Кёнигсберга и Берлина. Был тяжело ранен, выжил и вновь рвался в бой. Победу солдат встретил в поверженном Берлине. Домой вернулся в сентябре 1947 года и затем посвятил свою жизнь становлению родного района. Еще один свидетель той страшной войны – Кабакс Могулов. Он стремился на фронт с первых дней объявления войны. Но в военкомате тогда парнишку посчитали слишком юным. Повестка в армию пришла в 1942 году. По распределению солдат попал на службу в 3-ю ударную армию под командованием маршала Константина Рокоссовского. Он отличился неимоверным бесстрашием и умением вести за собой бойцов в освободительных боях за Тулу, за город Орел. Вот что вспоминает сам ветеран. За город Орел мы три раза брали и три раза сдавали. Столько наших солдат там погибло, потому что не было у нас сильного оружия. А у немцев был истребитель мистер Шмидт, который развивал скорость до 1100 км в час. Тогда как наши самолеты – 400-600 км. Было очень тяжело, дорогой ценой, но мы победили. В честь ветеранов в районе организована большая праздничная программа. Уже состоялись айты, концерт и различные спортивные состязания. Прямо сейчас в селе Бекарстанби, где мы находимся на местном ипподроме, проводится республиканский бойге на различные дистанции. В скачках принимают участие около сотни наездников со своими тулпарами не только из Казлардинской, но и также из Туркестанской, Актюбинской, Алматинской областей и города Шимкента. Забег стартует буквально с минуты на минуту. И уже через несколько часов будут известны имена самых быстрых и самых ловких участников. Победителей ждут крупные денежные призы. На этом у меня все. Гульнар, вам слово. Спасибо. Это была Кристина Алмаз-Казе из Казлардинской области.